Здравствуйте! Minor 3 это первый продукт Marshall, который мне понравился и по итогу оставил приятные впечатления. И это несмотря на то, что по сути это бюджетные наушники, из которых выжили максимум. Поясняю, в True Wireless вкладышах дороже 100 долларов имеются расширенные функциональные особенности. Те же Huawei FreeBuds 4 обладают активным шумоподавлением, хорошими микрофонами, приложением, в котором можно настроить наушники, обновить прошивку, есть поддержка голосовых помощников, есть расширенное количество кодеков, помимо SBC и AAC. Те же Samsung Galaxy Buds Live имеют уникальную форму, опять же, есть активное шумоподавление, есть приложения, голосовые помощники, смысл, я думаю, уже понятен. Если вы приобретаете Marshall Minor 3, то всего этого у вас нет. Шумодава нет, микрофон здесь крайне посредственный, позже покажу почему. Не поддерживается своим же приложением, оно присутствует, но наушники, наверное, слишком бюджетные для него. Нет голосового помощника, в DAO, собственно говоря, ничего у них нет. То есть даже какой-то своей личной формы у них нет. Была взята калька от Apple AirPods, повторили полностью кейс по своей форме, сами наушники, и вот вроде как получилось что-то новое. Новое. Забегая вперед, скажу, что динамики здесь тоже бюджетные. Но, когда мы говорим о внешнем виде, то тут просто вот, ну, это восторг. Потому что вроде как это просто пластик, но он сделан под кожу и сделан очень качественно. Наушники не оставляют кейс, не оставляют на себе отпечатки пальцев, он не загрязняется на нем, сильно не оседает пыль. Не знаю, с чем это связано. То же самое касается наушников. Они крайне стильные, у них есть отсылка к кабелям от Marshall. И в основании находится очень приятная вставка под бронзу, в которой есть абсолютно малюсенькое отверстие под микрофон. И внутри микрофон у нас только один. У него нет никакой системы шумоподавления от ветра, от каких-то других шумов. Поэтому, если вы общаетесь с собеседником в идеальном помещении, чтобы не было эхо, как здесь, такого дикого, нереального, то собеседник может вас слышать. Но как только условия становятся не какими-то идеальными, то все, уже общаться будет не очень комфортно. Сенсорное управление, кому-то нравится, кому-то не нравится, это уже отдельная история. И переходя к звучанию, как я уже сказал, динамики здесь тоже вполне себе бюджетные. То есть не стоит ожидать от наушников какой-то хорошей детальности, проработки краев частотного диапазона, массы на низких частотах, хороших атак, либо же уж тем более там затуханий. Но Marshall сделали максимально правильно. В большинстве своих продуктов они делают очень дико V-образную такую АЧХ. Особенно это касается колонок, где у нас провалена середина, очень сильно акцентируются низкие частоты, и в том числе пиками акцентируются высокие. Здесь сделали акцент на объемность звучания. Все же наушники в некотором смысле полуоткрытой конструкции, потому что полностью они не закрывают ушной канал, и, соответственно, звук в том числе выходит наружу. И за счет этого мы можем получить хорошее подобие сцены, хорошую объемность звучания. И если обычно на акустике Marshall хочется слушать какую-нибудь электронику а-ля бум-бум тест-тест, чтобы прям басы валили и все вот было круто, то здесь хочется вернуться к какому-нибудь такому олдскульному року, то есть что-нибудь туда из 70-х. То есть те записи, которые изначально делались для воспроизведения на акустике, на полноценных колонках, где особо-то, наверное, не так уже и заморачивались по какой-то там детальности, но что все это звучало объемно, звучало красиво. А они с этим справляются очень и очень хорошо. То есть настолько хорошо, что несмотря на то, что у них нет как таковой детальности, они очень сильно упрощены, вот этот вот вовлекатор, эмоциональность настолько у них конкретный, что первый раз, когда я слушал эти наушники, это происходило дома, фактически ночью, я захотел танцевать, я просто как какой-то дурак один дома танцевал так, как будто меня никто не видит, ну, в принципе, никто и не видел. Я получал кайф от музыки, просто кайфовал от музыки. Это было нереально круто, при том, что с какими-то более дорогими наушниками это происходит не так уже и часто, потому что там включается такой внутренний аудиофил, начинаешь анализировать там, где, как, что у нас там разделение инструментов, как там она здесь, что отыграно. Здесь этого нет, потому что огромное количество инструментов просто сглаживается. То есть взял, например, чтобы уже все это выяснить для себя основательно, трек Bullfight, A Day to Remember группа называется, и на отрывке там с 3 минуты 10 секунд есть огромнейшее количество инструментов, которые одновременно играют и в низких частотах, и в высоких частотах. Это непосредственные барабаны, это и тарелки, их очень много, и наушникам сложно их воспроизвести. В случае с Minor 3 там не было никакой грязи, то есть было понятно, что где-то что-то бьет, как по низкочастотным, так и по высокочастотным, но как таковых, а так, чтобы оно прям было резко, вот этот вот удар. Удара как такового нет, ни на высоких, ни на низких частотах. Но это звучит, в общем-то, сглаженно и лаконично, за счет того, что наушники пытаются полностью вот все сгладить. Но и звучит при этом объемненько, понимаешь, что да, это вот какое-то там помещение было, можешь все это проанализировать. В то время как в тех же Soundcore Liberty 2 Pro, достаточно старые, в ТВС, которые значительно дешевле, чем эти наушники, там уже слышишь и удар, на низких частотах, там уже очень хорошо атыруются тарелки, и ты понимаешь, что там много инструментов. Не просто что-то бьет в низких и что-то в высоких, а вот весь объем, весь масштаб этих инструментов. Хотя, казалось бы, это ТВСки, там это тоже футруварность наушники, тоже беспроводные, ожидать какой-то сверхдетальности не стоит. Но когда слушаешь что-нибудь из Aerosmith, такого совсем уж классического, где и не слишком много инструментов, где все-таки еще относительно медлительно по сравнению с теми же всякими направлениями металла, звучит классно. Ты слушаешь, да, вокал уверишь, понимаешь, что это вот какое-то помещение, если это концертные какие-то записи, то там просто вот до мурашек может проходить. Очень-очень-очень противоречиво, но прикольно. Стоят ли они 50 долларов? Ну, естественно, нет. За эти деньги можно купить значительно более интересные варианты, и в плане функциональных особенностей, и того же звучания. Но вот Marshall. И тоже вот то, что я не могу понять, есть бренды, которые завоевали свой такой статус, авторитет тем, что они сделали что-то крутое. То есть почему так любят Sennheiser? У них есть Orceus. Это наушники, которые очень классные, одни из лучших в мире. Поэтому у них вроде как есть своя репутация, они могут как-то заявлять о себе. У Marshall не было ни одних наушников, которые были бы хорошими. То есть, ну, все равно они загибают свою стоимость. То есть, ну, условно говоря, 40 долларов эти наушники, ну, вот прям за дизайн, за красоту, за то, что все это так сделано, интересненько. Но я не понимаю, за что они просят такие деньги. Это очень сложно для меня. Я понимаю, что мне они нравятся, реально нравятся, они оставляют какие-то эмоции, какие-то впечатления. И опять-таки, что больше всего оставило впечатление, я, наверное, расскажу в конце этого видео, потому что это будет не всем интересно. И подводя какие-то вот общие итоги по ним, да, в принципе, вы уже и так все это прекрасно поняли. Сравнивать их с теми же Samsung, Huawei, да даже с Apple AirPods не совсем верно. Потому что в AirPods тоже не аудиофийское звучание, но в плане деталей они все-таки значительно интереснее. И электронная настройка самих излучателей сделана так, чтобы они звучали максимально дорого с учетом того, что это обычные бюджетные динамики. Там у них это как-то получается. То есть тоже есть главный такой акцент на том, что это объемное звучание. И в одних, и в Marshall, и в AirPods это реализовано очень круто. AirPods 3 именно. Но в AirPods 3 с детальностью все-таки значительно лучше. Там получше обстоят дела с низкими частотами. То есть здесь они не то, чтобы их даже не хватает количества, навеса им не хватает. То есть там, где должен быть удар, удара нет. Ты просто слышишь, что вот бочка отыграла, но не более. То есть вот просто осознание того, что этот инструмент есть. То в AirPods не так много инструментов проглатывается, больше воспроизводится самой информацией и получше там все-таки значительно края частотных диапазонов. AirPods 1 и 2 поколения, ну да, наверное, где-то будут на одном уровне, может быть, даже хуже. Слушал достаточно давно, поэтому сейчас сравнить не смогу. Ну и плюс подачи у них разные. И по наушникам, в общем-то, я завершаю. Все, информация по ним закончена, закончена. Я опять же хочу напомнить, если вам нравится контент на данном канале, то буду рад вашей подписке. И теперь расскажу о том, что меня впечатлило больше всего. Я так заметил, что те бренды, которые вкладываются в рекламу, а не в создание самих наушников, у них настолько шикарные сайты, настолько шикарные сами баннеры, сами изображения, рекламные на сайтах, что ты в них просто вглядываешься и сидишь такой и думаешь, ё-моё, это ж насколько все круто сделано. Ты хочешь прям проникаться в философию самого бренда. Мне даже стало интересно после просмотра определенных баннеров, может быть, я чего-то не понял, может быть, Marshall пояснят, какая вот особенность этих наушников, но этого не произошло. И когда смотришь на эти фотографии, которые есть на сайте, ты понимаешь, что это не просто какой-нибудь там 3D-рендер нарисованный, это целая история. Это история, которая перекликается с другими продуктами самого бренда, и это настолько атмосферно, то есть, сделано под пленочную фотографию, причем, вполне возможно, что это и была пленка Астия, то есть, тут пытаться это понять очень сложно. Это очень красивые цвета, это очень красивые условия, даже в некотором смысле показывает такую бунтарность самого бренда Marshall, что они идут наперекор всего. То есть, смотришь на фотографии, вроде как и сделаны очень круто, там в продакшн было вбухано много, но при этом специально использованы некоторые, как-таки, условно говоря, ошибки, когда обрезаются конечности, когда не соблюдаются трети, не соблюдается горизонт, но все это смотрится красиво и лаконично. То есть, как будто бы наушники, они обманывают нас условно говоря тем, что они не поддерживают то, что поддерживают другие наушники, которые в два раза дешевле, чем они, но при этом все равно являются крутыми. И начинаешь все больше смотреть, больше анализировать, насколько эти наушники хорошо смотрятся в стилистике 60-х, 70-х, там, где красный автомобиль, парень такой серьезный, сидит, скорее всего, за рулем, непонятно, что это вообще за машина, может быть, автобус какой-то, и насколько они лаконично смотрятся здесь, сейчас, в современности, там, где достаточно много молодых людей расставлено в самом кадре. Мне это дико зашло, я их смотрел, рассматривал, очень, очень понравилось, даже в некоторой степени вдохновился этими фотографиями. Ну, еще единственное, что как-то с ретушью там немножко уже перебор был, то есть, если захотели показать все настолько по-живому, настолько вот вписать наушники в обычные, в обычные какие-то действия, но это уже отдельная история, я сказал, что все про наушники, все было рассказано, теперь мое личное впечатление. Ну, как фотограф, я не мог на это не обратить внимание, я устал от всех этих рендеров, хочется действительно чего-то живого, хочется чего-то интересного, как-то окунуться в сам бренд, понять, что он из себя представляет. Ну, и особенно, когда ты самими наушниками пользуешься, ты не понимаешь, что они из себя представляют, поэтому приходится идти уже на сайт, может быть, я просто и чего-то там не понимаю, а оказывается, там заложен какой-нибудь сакральный смысл, который нужно раскрыть, но, к сожалению, нет. Все, я уже чувствую, разговорился, пора закругляться, голос уже дает о себе знать, потому что дубрей было очень много, это не столь важно. Все, большое вам спасибо за просмотр, счастья здоровья, до скорых встреч.